В ноябре 2010 года космический телескоп Чандра передал на Землю серию фотографий, на которых астрофизики НАСА увидели нечто необыкновенное. На этих снимках отчетливо видно. На подступах к Солнечной системе находятся три огромных объекта. Специалисты Национальной радиоастрономической обсерватории США в Западной Вирджинии проанализировали фотографии, сделанные орбитальным телескопом в течение шести месяцев. Оказалось, что таинственные космические тела двигаются с равномерной скоростью по общей траектории. По расчетам ученых, их цель – планета Земля. В декабре 2012 года они ее достигнут. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Они приближаются к Земле. Сюда направляются вот эти агенты слежения. До вторжения пришельцев осталось меньше года. Представляют собой действительно реальную угрозу. И их никто не остановит. Гибло очередное человечество. Большинство людей превратится в рабов. Люди созданы для того, чтобы работать на богов. Чтобы достать из недр оружие предков. Земляцы были заинтересованы. И уничтожить все живое. А что делать? Молитесь. Молитесь. Тайны мира. Всемирный заговор. Вторжение НЛО. Космическая обсерватория Чандра была запущена НАСА в 1999 году. На ее борту находился один из самых мощных в мире телескопов. С его помощью ученые впервые смогли запечатлеть момент зарождения черных дыр в далеких галактиках. В ноябре 2010 года зеркала орбитальной станции были направлены к Плутону. Задачей телескопа входило исследование малоизученных областей Солнечной системы. Изучая полученные снимки, астрофизики НАСА сделали сенсационное открытие. В сторону Земли двигаются три огромных объекта. Вот эти три объекта, о которых вы говорите, с них идут излучения. Об этом есть на сайте НАСА. И эти излучения, как ни странно, они были вот в прошлом году направлены на Россию. В результате многомесячных наблюдений ученые пришли к выводу. По направлению к Земле движутся объекты искусственного происхождения. Удалось даже рассчитать скорость. 360 тысяч километров в час. Для того, чтобы достигнуть земной орбиты, им потребуется два года. Ни одно космическое тело естественного происхождения не может двигаться так быстро. Она уже в Солнечной системе и движется к Земле. Причем движется вопреки всем законам притяжения. Последний раз астрофизикам удалось зафиксировать эти неопознанные объекты в сентябре 2011 года, когда они достигли пояса астероидов. После чего они скрылись в невидимой для существующих телескопов зоне. Есть такие вот скопления астероидов, которые как бы находятся на пути между Марсом и Юпитером. Ну вот теперь пояс Койпер, там Орта. Но они между ними. Вот, возможно, эти тела и движутся постепенно в Земле. На сайте орбитального телескопа были размещены эти фотографии. Таинственные объекты имеют необычную форму. Они похожи на кометы или астероиды. Размер самого большого из них превышает 240 километров. Если расчеты ученых верны, в следующий раз неопознанные объекты можно будет наблюдать в октябре 2012 года. Они пройдут орбиту Марса и окажутся в непосредственной близости от Земли. Представляют собой действительно реальную угрозу для всей планеты Земля. Мы должны думать о вторжении на Землю. Ведь есть сведения о том, что инопланетные цивилизации все-таки наблюдают за нами. Теория о том, что разумная жизнь на планете Земля – явление уникальное, в 20 веке потерпела фиаско. Исследования космоса с помощью сверхмощных телескопов позволили ученым заглянуть в глубины далеких галактик. Нужно быть очень верующим человеком, чтобы верить, что в бесконечной Вселенной мы – единственная планета с разумной жизнью. Этого не может быть, в принципе. Вероятность существования внеземных цивилизаций сегодня не выглядит так фантастично. Современная наука настаивает – человеческая раса не единственная во Вселенной. Я думаю, что это норма для Вселенной. И поэтому говорить о том, что и на Земле мы первая, единственная цивилизация – не очевидно, не факт. Выходит, версия о том, что к Земле летят космические корабли пришельцев, имеет право на существование. А если это так, то кто они и какие цели преследуют? Астрофизики, наблюдавшие движения неопознанных гигантских объектов в Солнечной системе, утверждают – по всем расчетам, они достигнут нашей планеты в декабре 2012 года. 21 декабря 2012 года заканчивается один из майянских календарей. Произойдет событие галактического масштаба. Мы такое событие никогда не испытывали. Это называется галактическая синхронизация. Эпоха человеческой цивилизации, согласно представлению Майя, продлится 5125 лет и закончится 21 декабря 2012 года. В этот день с небес пустится Верховный Бог. Он уничтожит человеческую цивилизацию. А на освободившейся Земле Бог создаст новую расу. Гибло очередное человечество, и после возрождения людям приходилось начинать все заново. То есть эпоха Пятого Солнца – это современная эпоха, а предыдущие, когда тоже существовало человечество, и было другое, были уничтожены в сфере глобальных катастроф. Идея неминуемого конца света и гибели всего человечества – основа мировоззрения доколумбовых индейцев Центральной Америки. Они полагали, что Вселенная уже пережила несколько эпох, у каждой из которых было свое Солнце и свое человечество. И все они были уничтожены. Смысл заключается в том, что древние мексиканцы, не только ацтеки или другие народы науа, представляли себе время в виде цикличного процесса. Причем процесс этот был прерывистый, и прерывался он катастрофами. Индейцы напрямую связывали очередное возвращение Верховного Бога с окончанием эпохи. Легенды древних индейцев гласят о том, что в глубокой древности с небес спустился бог Кетцалькоатль. Он создал империю, подарил людям знания и технологии. Древние мексиканцы говорили конкретно. Нам это дал, в частности, Кетцалькоатль, он же Кукулькан. То есть это было инсценировано по воле богов, перевести людей из дикого состояния в состояние цивилизованное. Спустившийся с небес бог подарил индейцам календарь. Год состоял из 260 дней, 20 месяцев по 13 дней. Но это сильно отличается от земного периода обращения вокруг Солнца и скорее соответствует продолжительности года на соседней планете Венера. Считалось, что все божества, в том числе и Кетцалькоатль, тоже пришел с неба, в частности, с планеты Венера. Есть даже танец утренней звезды, который как раз прославляет. А утренняя звезда – это как раз Венера считалась у индейцев. В представлении древних индейцев верховный бог Кетцалькоатль имел тело змеи, покрытое перьями и лицо человека. Культ поклонения божественной рептилии занимал особое место в жизни индейцев. В их представлении единственное предназначение человека на земле – служить пернатому змею. Ему приносили человеческие жертвы. Для него строили величественные пирамиды и целые города. Предание, да, там говорится четко. Люди созданы для того, чтобы работать на богов. Вот они их кормили, поили, приносили им жертвы. В 50 километрах от современного Мехико в джунглях расположен древний город империи ацтеков Теу-Тиу-Акан. В дословном переводе это означает – город, где люди становятся богами. Считается, что он был основан во II веке до н.э. Согласно преданию, здесь находится земной дом пернатого змея Кетцалькоатля. Он, в принципе, считается полубогом-получеловеком и олицетворяет силу земли и силу неба. То есть воссоединил знания неба и земли и дал знания это людям. В период расцвета Теу-Тиу-Акан имел площадь в 30 квадратных километров. В нем жило около 200 тысяч человек. Центр города состоял из двух огромных улиц, которые пересекались под прямым углом. Главная из них была шириной в 45 метров и длиной в 5 километров. Ацтеки называли ее «дорогой мертвых». Ученые считают, что ориентация главной улицы повторяет положение Млечного Пути на небе. А если принять храм Кетцалькоатля за центр, то окажется, что расстояние от него до пирамиды Солнца пропорционально космическому расположению Сатурна, пирамида Луны соответствует Урану, а находящиеся сейчас под слоем грунта еще два древних сооружения – Нептуну и Плутону. Но откуда древние строители знали о существовании трех последних планет Солнечной системы? Ведь они были открыты спустя две тысячи лет. А точное расстояние между ними астрономам удалось получить лишь в 20 веке. Но современные потомки древних индейцев утверждают, что к строительству Теотиоакана их предки не имеют никакого отношения. В своих преданиях вообще даже не упоминают, кто это создал, потому что они об этом знания никаких не имели. У них единственное было знание, что сделали боги в какие-то стародальные времена. По их убеждению, город был построен самим пернатым змеем Кетцалькоатлем, еще задолго до ацтеков. Многие исследователи находят, что это не просто миф, а, возможно, описание реальных событий древности. В подавляющем большинстве легенд и преданий, да, немножко в искаженной форме, немножко стилистически, но идет описание реальных событий, которые имели место. Исследователи утверждают, именно представители этой высокоразвитой цивилизации и являются истинными строителями величественных городов древних индейцев. Многие технологии, при помощи которых возможно соорудить монументальные сооружения из гранитных глыб, вес которых порой превышает 300 тонн, до сих пор неизвестны человечеству. Банальная практика реставрации, современной реставрации древних памятников. Ну, как нам рассказывали гиды в Перу, первое же крупное землетрясение, вся реставрация рассыпается, остается древний участок. На территории Южной и Центральной Америки современные исследователи находят множество следов присутствия здесь в древности представителей высокоразвитой цивилизации. Представители этой цивилизации не жили в этих местах, а имели, скажем так, форпосты. Поэтому сооружения единичные и уникальные. Города древних индейцев соединяли широкие дороги. Технологии их строительства напоминают современные. Делали насыпь, по полотну рассыпали гальку и щебень, а затем укатывали бетитонными катками. По краям дорогу облицовывали плитами известняка. Откуда и пошло их название – Сагбиоп – Белые дороги. Трасса имела ширину 50 метров. Это примерно 16-полосная современная автомагистраль. Но зачем она потребовалась индейцам? Считается, что до прихода европейцев они не знали колеса. Подобный размах строительства тысячи лет назад на территории Центральной и Южной Америки поражает. Но большинством этих величественных сооружений индейцы даже не пользовались. Далее в программе. Земной дом пернатого змея. В самых прочных скальных грунтах проделывались, ну, как у нас сегодня метро. Боги-рептилии возвращаются каждые пять тысяч лет. Почему мы получили титул «Поверители Вселенной»? И их цель – мощный источник энергии. В ней стремились все правительства всех стран. Кто посмеет их остановить? Всегда на страже этих знаний стоят люди, которые являются хранителями. Я раскрою все тайны. В Теотиоакане расположен величественный храм верховного бога Кецалькуатля. 24-метровая пирамида. Она украшена многочисленными изображениями божественных рептилий. Два раза в год здесь можно стать свидетелем удивительного явления. В дни весеннего и осеннего равноденствия около часа дня лучи солнца освещают западную балюстраду главной лестницы пирамиды и создают невероятный рисунок. Свет и тень образуют изображения семи равноведренных треугольников. Из них складывается 37-метровое тело змеи, словно ползущий к основанию пирамиды. В 2003 году мексиканские археологи обнаружили в основании храма вход в подземные галереи. Он пролегает на глубине 14 метров и имеет длину около 100 метров. Геофизические исследования показали, что туннель соединяет между собой несколько крупных галерей. Вход в него представляет собой квадратную шахту со стороной 5 метров. Считается, что древние жители Теутиуаакана сами закрыли вход в туннель примерно в первой половине 3 века нашей эры. Согласно преданию, они поместили в подземные галереи нечто чрезвычайно важное. Существует множество легенд о древних цивилизациях, населявших Землю сотни тысяч лет назад. Они достигли невероятно высокого уровня развития и обладали знаниями, позволяющими управлять Вселенной. Они достигли очень больших результатов в своей эволюции. Почему мы получили титул поверителей Вселенных? Почему мы создали на Земле рай? Но все это было в одночасье уничтожено. Потоп, падение метеоритов или столкновение с кометой. Вероятных причин, по которым были уничтожены древние люди Земли, множество. Согласно преданиям, уцелевшие нашли спасение в недрах планеты. Там они спрятали их главное достижение своей цивилизации – логос. В действительности некий компьютер, кристалл, который, в общем-то, позволяет человеку обретать вот это вот бесконечное могущество. Поэтому многие цивилизации были заинтересованы в нем. Найти вход в туннели, ведущие к логосу, для многих правителей было главной целью в жизни. Слишком высока ставка. Мировое господство. В 20 веке советские спецслужбы и мистическая организация фашистов Ан-Энербе устроили настоящую гонку. Десятки экспедиций в Тибет, на Кольский полуостров и Кавказ должны были подарить могущество одному из тиранов. Они стремились, и они серьезно к этим делам относились и получали определенные результаты. Технологии получаются именно так. Путем подключения к неким банкам данных. Так вот, технология подключения к этим банкам данных, всегда к ней стремились все правительства всех стран. Подземные тоннели Теотиуакана напоминают схему московского метрополитена. С одним отличием. Никто не знает, куда они ведут. Длина некоторых достигает 100 километров. Но в большинство из них невозможно попасть. Входы в них тщательно закрыты. Исследователи отмечают, что технологии, позволяющие прорубать подобные лабиринты в скальной породе, стали известны человечеству лишь две тысячи лет спустя. В скальных грунтах таких, в самых прочных скальных грунтах, проделывались, ну, как у нас сегодня метро делает. Чем? Не киркой же рубили. Вот. И не понимая, что это такое, ну, приписывали как раз вот цивилизации ацтеков, майя, инков. А ну, хотя не они это делали, это до них сделали. Согласно легенде, Логос имеет надежную защиту на случай, если им попытаются завладеть представители других цивилизаций. Только человек может воспользоваться его могущественной силой. Он настроен только на человека. Все вот эти аккомпунктурные точки, которые мы используем сейчас для лечения людей, в действительности, созданы были для управления компьютером этим, для установления с ним связи. Если верить индейским хроникам, разумные рептилии посещали нашу планету уже три раза. Возможно, они знали о тайне защиты Логоса. Поэтому, по легенде, всякий раз полностью уничтожали человеческую цивилизацию и воссоздавали ее вновь в надежде получить послушную расу, которая добровольно отдаст им силу Логоса. Но все попытки потерпели неудачу. Всегда на страже этих знаний стоят люди, которые являются хранителями и никогда не допустят, чтобы неподготовленная масса человеческая добралась до знаний. Это то же самое, что обезьянам в зоопарке раздать гранатой, а потом удивляться, что там что-то происходит. Согласно преданию индейцев, пять тысяч лет назад пернатый змей со своими помощниками покинули Землю. Они поднялись обратно в небеса на огненных птицах. Но разумные рептилии вновь покинули Землю без трофея. Для потомков индейцев это означало одно. В назначенный срок 21 декабря 2012 года на Землю вернется Кецалькоатль и вновь уничтожит все живое. Для них это были не просто небесные дела, а именно боги, которые в основном и заправляют, собственно говоря, нашей, ну скажем так, солнечной системой. Не всей Вселенной. То есть это наши, господа нашей Вселенской ячейки. На другом конце Земли, на территории современного Ирака, существовала древнейшая из известных на сегодняшний день цивилизация шумеров. Ее и американских индейцев разделяют не только огромное расстояние, но и четыре тысячелетия. Жители Месопотамии также считали, что однажды на Землю спустились божественные рептилии. Далее в программе. Жители таинственной планеты. Некие существа, имеющие ящероподобную природу. Что им нужно на Земле? Безжалостно совершенно. Землю грабят. Тайна первой жены Адама. Минит была рептилоидом. И истинные властители Земли. Человечеству, в принципе, не нужно. Я расстрою все тайны. В 1875 году археологи Британского музея под руководством английского консула Армузда Рассама вели раскопки недалеко от современного Багдада. Их цель – дворец легендарного ассирийского царя Ассурба-Непала. Но находка, которую им суждено было сделать, навсегда изменила представление об истории человечества. Археологи обнаружили древнюю библиотеку. На нескольких тысячах глиняных табличек были нанесены тексты и изображения людей. Их содержание удалось расшифровать спустя несколько лет. Неизвестный хроникер рассказал удивительную историю создания империи шумеров. В глубокой древности на Землю прибыли боги Аннунаки. Это событие запечатлено на множестве глиняных табличек, найденных на территории современного Ирака. К примеру, здесь изображено, как Аннунаки спускаются с небес на летательном аппарате. Многие находят в строении объекта аналогии с современной космической техникой. Ведь есть же и, скажем, древневавилонские глиняные таблички, на которых явно нарисованы двухступенчатые ракеты с птицеподобным летательным аппаратом, вот типа Бурана. А вот эти шумерские статуэтки – самое древнее из сохранившихся до наших дней изображений аннунаков. Согласно преданию, они не были теплокровными гуманоидами. В представлении шумеров боги были огромными разумными ящерами-рептилоидами. Некие существа, имеющие ящероподобную природу, и действительно значительная часть наблюдений описывает пришельцев как покрытых чешуйчатой кожей, с клювами, с вытянутыми головами. До наших дней дошел шумерский эпос о создании первого человека Адапа. Схожесть с ветхозаветным Адамом, возможно, указывает на то, что речь идет об одной и той же исторической личности. Адапа имел две жены. Одна была сделана из его ребра. От нее пошел весь человеческий род. Другая жена Адапа была ящерица Лилит. Доказательства этому можно найти не только в шумерских глиняных летописях. Это редкая голландская гравюра 15 века. На ней изображен Адам, Ева и Лилит. Женщина с хвостом и лапами рептилии. Лилит была рептилоидом. Ну, в таком случае можно выдвинуть и другую версию, что Лилит была, предположим, одной из битвей человека. Многие современные ученые не считают легенду о создании человека вымыслом. Эмбриолог Юрий Симаков утверждает, доказательства этому есть в каждом из нас. Это рептильный мозг. Он отвечает за примитивные чувства, страх и гнев. Современная наука признает, в результате эволюции он достался нам от рептилий. Но Юрий Симаков уверен, люди и хладнокровные присмыкающиеся имеют гораздо более глубокое сходство. Минимум 80% у нас общих генов. Но если тщательно посмотреть, их окажется значительно больше. Их может оказаться до 90%. Вполне возможно. Что 90% у нас одинаковых генов. Шумеры считали, что Лилит родила от Адапа потомство гибридов. Полулюдей-полурептилий. Анунаки даровали им тайные знания и сделали их своими ставленниками. Их задача – добраться до Логоса, источника вселенской силы, и активизировать его. Человечеству, в принципе, не нужно. Оно свою функцию сделало. То есть гибриды получены. Управлять компьютером они теперь могут без нас. Далее в программе. Тайный орден иллюминатов. Высшая часть любого тайного общества. Земные ставленники богов-рептилий. Могут в любой момент начать вторжение на Землю. Они следят за человечеством. Другое дело, что это не очень афишируется. Чтобы отнять источник энергии. Позволяет человеку обретать бесконечное могущество. Я раскрою все тайны. Каббала – это тайное иудейское учение. Считается, что ее последователи владеют тайными знаниями об истинной истории человечества. Согласно каббалистической теории, Лилит произвела потомство Адаму. Это были полулюди-полурептилии. После чего она его покинула. Согласно преданию, Лилит ушла к сатане или Люциферу, а ее дети стали тайными властителями мира. Согласно древней легенде, потомки Лилит создали секретный орден. Шесть тысяч лет назад внеземные силы вручили его членам книгу тайн, записанную на камне. В ней содержится секрет обладания безграничной властью. Члены этого общества долгое время называли себя Люциферами. С греческого это переводится как «просветленные». В средневековой Европе Люцифер ассоциировался исключительно с образом сатаны. С 12 века последователи тайного ордена начали именовать себя иллюминатами. Иллюминат от слова, естественно, иллюминация от латыни. Иллюма – сияющий или просвещенный, или сверкающий. Они являются высшими управляющими в любом обществе, какое бы ни существовало. Со временем последователи тайного общества распространили свое влияние на весь мир. Им подчинялись правители империй и рыцарские ордены. Считается, что за всеми значимыми событиями в истории человечества стоят иллюминаты. Революции, войны, эпидемии, голод – все это инструменты для направления человеческой истории в нужное им русло. Ордены иллюминатов, которые делают всякие революции и тому подобное, значит, иллюминаты – это не отдельная организационная структура. Иллюминаты – это высшая часть любого тайного общества. Историки причисляют к иллюминатам многих известных личностей. Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Николай Коперник, Исаак Ньютон, возможно, были активными участниками этого тайного общества. Последователи ордена приносят клятву под страхом смерти хранить в строжайшем секрете свою принадлежность к иллюминатам. Специальная система тайных знаков помогает узнавать своих и оставлять друг другу послания. На банкноте в один доллар США есть сразу несколько таких знаков – всевидящее око над пирамидой. Оно символизирует мировое господство. Надпись под пирамидой в переводе с латыни гласит «Новый мировой порядок». И выстроена такая вот пирамида, которая привязана к доллару, и даже китайцы со своим юанем, и даже наша российская экономика. И вот вся она пляшет под доллар. Есть данные, что тайный орден иллюминатов сегодня имеет свои отделения во всех странах мира. И везде его члены являются подлинными руководителями всех сфер социальной и политической жизни. Другое дело, что это не очень афишируется, но сомнений в их реальности в большинстве развитых стран мира уже давным-давно нет. Пресса причисляет к иллюминатам семьи Анасисов, Рокфеллеров, Ротшильдов и Круппов. Им принадлежат международные банки, нефтяной бизнес и трансконтинентальные корпорации. 147 семей, это однозначное мнение, по сути дела, контролирует через свои фирмы, через родственные узы, кровное смешение, контролирует пирамиду и установлена финансовая диктатура. Бытует мнение, что к образованию Соединенных Штатов Америки члены тайного ордена имеют непосредственное отношение. По одной из версий, США в их руках должны стать послушным инструментом для установления мирового господства и решения главной задачи, поставленной перед ними божественной расой рептилоидов. Эти цивилизации настолько развиты, что могут в любой момент начать вторжение на Землю. Доказательство этому, возможно, находится в сейфе овального кабинета президента Америки. Там хранится книга тайн, составленная иллюминатами. До недавнего времени она была лишь легендой. Мало кто верил в ее существование. Но 20 августа 2009 года на радио-шоу президент Барак Обама проговорился. Известный американский журналист Майкл Смерконеш в шутку задал ему вопрос. Какую информацию хранит книга тайн? Президент в шутку ответил. Если я скажу, то мне придется вас убить. Но президент США не стал отрицать наличие книги. А это значит, что в президентском сейфе действительно может храниться секретная информация. В 1988 году известная прорицательница Ванга предсказала контакт с ценой цивилизации в начале 21 века. В своих видениях ясновидящая даже общалась с ее представителями. Ванга описывала их, как высокие существа на двух ногах. У некоторых есть хвост, у других за спиной что-то напоминающее крылья. Они сообщили провидице. Скоро грядет великое событие. Далее в программе. Военные исследования НЛО. Гриф секретности стоит до 2030 года. Технологии будущего в руках иллюминатов. Перележали науку. Ну, вообще считается, что где-то лет на 80-120. За каждым следят киборги. Это биороботы, кибернетические организмы. Год вторжения. Есть ли шанс? Все наши лазеры вместе. Это будет детская хлопушка. Я раскрою все тайны. Считается, что иллюминаты на протяжении всей истории своего ордена целенаправленно скрывают правду о существовании внеземных цивилизаций. Именно поэтому все страны пытаются сокрыть эти знания. И даже то, что они владеют этими знаниями, это уже тайна. Этот всемирный заговор позволяет им искусственно затормаживать развитие всего человечества. Потому что тайные общества, они всегда опережали науку. Ну, вообще считается, что где-то лет на 80-120. Понимаете, да? И поэтому они контролировали, чтобы раньше времени эти знания не попадали в массу. 24 июня 1947 года американский бизнесмен Кеннет Арнольд заметил над каскадными горами в штате Вашингтон 9 летающих объектов, похожих на тарелки. Он сообщил об этом полиции и газетам. Это был первый зарегистрированный случай наблюдения человеком НЛО. За последние 60 лет активного изучения НЛО советские и американские военные смогли собрать уникальный материал и составить карту аномальных зон. Здесь неопознанные объекты появляются чаще всего. Но эти документы засекречены. Наши спецслужбы секретили. Причем секретность на них, гриф секретности, стоит до 2030 года. То есть каждое государство работает со спецслужбами в рамках своих программ по инопланетным цивилизациям. Владимир Ажажа больше 40 лет занимался проблемой НЛО. В советское время он консультировал военных. Составлял инструкции для различных родов войск на случай встречи с пришельцами. Он уверен, за нами следят биороботы. Они тщательно собирают информацию о землянах и в случае необходимости влияют на историю. Для этого сюда направляются вот эти агенты слежения, вот эти НЛО, да, которые управляются киборгами, значит, неудушевленными. Полковник ракетно-космической обороны Виталий Правдивцев в советское время участвовал в секретной программе по созданию искусственного интеллекта. По его мнению, биороботами должны управлять высшие существа – иллюминаты. В секретных лабораториях тайного ордена уже давно ведется производство киборгов. Аппараты, которые мы видим, они опознанные летающие объекты. Это аппараты, будем говорить, которые делали тайные общества. Бывший военный летчик, подполковник в отставке Александр Копейкин участвовал в секретной программе «Сетка». Цель – поимка НЛО. Но сразу стало понятно – даже у самых современных военных истребителей нет ни малейшего шанса составить им конкуренцию. Это в Ейске было. Пришел прямо над аэродромом, завис над аэродромом на высоте где-то метров 500. Потом с полминуты повисел и удалился в сторону Азовского моря, нырнул в воду. И часовые потом рассказывали, что долго видели светящееся пятно воды, которое удалилось медленно в сторону Таганрогского залива. Гиперзвуковой самолет Х-43А является самым быстрым самолетом в мире. Этот аппарат держит рекорд скорости – 11 230 километров в час. По свидетельству военных, неопознанные летательные аппараты способны передвигаться со скоростью 60 тысяч километров в час и даже быстрее. При этом мгновенно останавливаться и зависать в воздухе. А это противоречит всем законам физики. Время физика, она просто отвергается. Здесь нужна разработка новых законов физических, новые подходы. Вот тогда мы можем эти явления познать. Наши технологии отправляют человеческую цивилизацию в каменный век по сравнению с уровнем развития иллюминатов. Техника НЛО все-таки не подвластна нашей современной земной технологии. Мы не можем воспроизвести примерно так же, как не смог бы воспроизвести конев Дерхимед или Аристотель самолет, даже если бы он перед ним упал, например. По преданию, тоннели, ведущие к Логосу, находятся в различных уголках мира. Но, как правило, в этих местах проходит геотектонический разлом земной коры. Здесь фиксируют высокую энергетическую активность. И когда мы провели совместно с Сибирским отделением Академии наук техноэнергетическое кортирование, пришли к выводу, что в большинстве случаев все-таки там подстилающая поверхность. То есть эта зона, она сама по себе аномальна. Но были, конечно, и очень много необъяснимых вещей. Именно над земными разломами чаще всего наблюдаются НЛО. Военный летчик Александр Копейкин утверждает, что в иной день в определенной точке можно зафиксировать десятки летательных аппаратов. Это Новохопюрская аномальная зона. Значит, там постоянно появлялись объекты. На скорости 300 км в час подошел вот к этой зоне, в определенном районе земной поверхности подошел и остановился в воздухе на месте, как вертолет. НЛО буквально растворился в пространстве над зоной. Летчик попытался исследовать эту зону. С виду она представляет собой обыкновенное поле. Но под землей скрыты огромные полости. Какой они глубины и куда ведут, не знает никто. По некоторым данным, например, сквозь Урал можно пройти по тоннелям и пещерам, точнее, по пещерам, и тоннелям, которые их соединяют, можно пройти от самого северного до южного Урала, не выходя на улицу ни разу. Причем там некоторые тоннели искусственного, явно искусственного происхождения, которые остались от предыдущих цивилизаций и продолжают курироваться этими цивилизациями. Исследователи считают, что под землей находится база биороботов под управлением иллюминатов. Она охраняет вход в один из тоннелей, ведущих к Логосу. Здесь находится их СОБР, их передовой отряд. Это не иной разум. Это киборги, это биороботы, кибернетические организмы, созданные тоже, так же, как и мы, из физического вакуума. Согласно преданиям Майя, 21 декабря 2012 года на Землю в четвертый раз прилетит верховный бог рептилий со своей армией. И на этот раз они достигнут цели. Легенда гласит, только человек может использовать могущественную силу Логоса. Но создав гибридов, полулюдей-полурептилий, пернатому змею Кецалькоатлю удалось обмануть эту защиту. Им этот Логос не принадлежит. И человечество пока здесь, они тоже не могут полностью им распоряжаться, потому что юридически все равно мы считаемся хозяевами этого Логоса. Единственная преграда на пути рептилий к вселенскому могуществу – люди. И теперь судьба человеческой цивилизации в руках пришельцев. Можно нашу цивилизацию, я думаю, прихлопнуть в один секунд. В этом нет никаких сомнений. А что делать? Молитесь. Молитесь. Больше ничего сделать нельзя. Против этих технологий мы ничего не сможем сделать. Если даже собрать все наши ракеты, все наши лазеры вместе, это будет детская хлопушка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова